уважаемые коллеги спасибо за возможность того что я могу представить свой клинический случай и как правильно заметили наши эксперты как раз таки чтобы закрепить те знания которые мы получили в ходе лекции мы разберем их на примере клинического случая наша пациентка это женщина 45 лет и сопутствующей патологии до момента обнаружения заболевания у нее был только хронический гастрит так что ничего особо беспокоящего наследственность по онкологическим заболеваниям у нее не была отягощена трое беременности двое детей и вот ей поставили диагноз это рак левой молочной железы t3 n1 m0 3 стадия диагноз ей поставили в мае 2010 года и в течение двух месяцев после того какие поставили диагноз была проведена радикальная мастингтомия с лимфодисекцией по результатам иммуногистохимического исследования после операционного материала рецепторы эстрогенов 8 баллов прогестеронов 6 баллов и рецепторы кер-2 1 плюс она получила одевантную химиотерапию два курса по схеме ac доксорубицин и циклофосфамид и также последствующую лучевую терапию и затем это продолжилась гормонотерапия тамоксифена в январе тринадцатого года на фоне приема тамоксифена при контрольном ультразвуковом исследовании была обнаружена атипическая гиперплазия эндометрия в связи с чем была проведена тотальная гистероктомия безлицидивная выживаемость на этот период у нее составило четыре с половиной года то есть после операционного лечения при очередном контрольном обследовании в 2014 году было выявлено прогрессирование по результатам мрт и кт были выявлены метастазы в левой бедренной кости правом подвздошном гребре l1 по звонке и по узи был увеличенный левый подключичный лимфоузел в связи с этим так как у нас не было признаков висцерального криза она получила назначение в виде ингибиторов ароматазы и золидроновой кислоты по поводу метастазов в костях по результатам этого лечения мы получили стабилизацию в костях частичный регресс в лимфатическом узле но также после нескольких введений пациентке развился тромбофлебит вместе введение золидроновой кислоты и с внутривенной золидроновый мы перешли на пероральную и бандроновую кислоту время до прогрессирования составило 22 месяца в 2016 году по результатам кт мы выявили прогрессирование а именно появление очагов в печени мы так как у пациентки были признаки висцерального криза то есть как по результат кт это не единственное что ее беспокоило у нее были неудовлетворительные клиника биохимические показатели и общее плохое самочувствие связи с этим она получила 6 циклов химиотерапии а именно доцитоксел и циклофосфамид и дальше это продолжилось гормонотерапии фулвестранта состояние пациентки стабилизировать она получала данную терапию в течение 8 месяцев в мае 2017 года при очередном контрольном обследовании по результатам кт у нас был регресс имеющихся метастазов в печени но на фоне этого регресса появились новые метастазы в других местах печени это мы можем видеть на этом слайде это сравнение двух компьютерных томографий от декабря 2016 года и от мая 2017 года мы видим то что действительно те очаги которые у нас имелись в декабре 2016 года регрессировали но появились все новые тогда мы столкнулись с таким вопросом нужно ли нам выполнять биопсию новых метастазов печени это был дискутабельный вопрос мы собирались вместе с нашими хирургами могли они выполнить эту биопсию и да действительно очаги были доступны это было возможно и мы решили что все-таки на данной клинической ситуации нужно будет провести биопсию по результатам биопсии которая была сделана в том же месяце по иммуногистохимическому исследованию мы подтвердили то есть то что да это прогрессирование основного заболевания это не что-то новое и мы получили такой же тип то есть у нас были положительные рецепторы эстрогенов прогестеронов кер 2 0 и эти 67 90 процентов но кроме этого у пациентки не было признаков опять же вестерального криза единственное что ее беспокоило это результаты и компьютерной томографии то есть что получилось она активно себя вела она ходила в магазины играла с детьми то есть вела активный образ жизни и в данной ситуации мы решили не назначать и химиотерапии после которой она бы точно почувствовала себя больным человеком поэтому в качестве третьей линии она получила не стероидные ингибиторы ароматазы а именно лет разу в комбинации с ингибиторами mTOR и веролимуса это был май 2017 года в сентябре она к нам пришла начало контрольное обследование и мы получили явное прогрессирование увеличение имеющихся метастазов и появление новых также на фоне данной терапии у нее была выраженная гипототоксичность у нее были зашкаливающие за 100 печеночные ферменты и общее самочувствие если в предыдущие разы пациентка приходила к нам на прием самостоятельно и было даже если вы встретили дед и на улице ли в транспорте вы бы даже не подумали что у нее есть заболевание то сейчас она приходила и ее подручку держал ее супруг то есть было выраженное ухудшение ее состояния вот результаты кт которые мы можем сравнить от мая 17 последний и от сентября семнадцатого года у нас выраженное прогрессирование и ухудшение общего состояния пациентки на данный момент пациентка получает инфузионную гипототропную терапию потому что на фоне таких неудовлетворительных показателей мы даже не можем начать ей какую-то терапию но мы опять столкнулись с вопросом выбора какая дальнейшая тактика сейчас это очередная линия химиотерапии или следующая линия гормонотерапии возможно добавление полубоциклиба это дискутабельный вопрос но будем решать какие режимы запланировали спасибо большое какие режимы химиотерапии мы рассматривали для этой пациентки но возможно по химиотерапии это назначение токсанов возможно либо как вариант гемоцитабельности с плотином или по или гемоцитабельно или там скорбоплотина в зависимости от показателей биохимического анализа крови активности почвы на какие будут вопросы у коллег да пожалуйста екатерина спасибо за ваш интереснейший случай но во первых хотелось бы узнать ваше мнение собственно к чему вы здесь склоняетесь и какие могут быть все таки минусы если мы выбираем гормонотерапии в данном случае спасибо спасибо за ваш вопрос но мы все-таки склоняемся к тому что это все таки явление висцерального криза потому что пациентки с гормон позитивным раком молочной железы это все таки пациенты которых мы ведем очень длительно то есть мы долго их видим от самого начала заболеваний и много лет вперед поэтому мы видим эту разительную перемену в этой пациентке то есть явное ухудшение ее самочувствие и даже наверное без показателей биохимического анализа крови видно что это декомпенсация это висцеральный криз поэтому скорее всего данной пациентки после стабилизации и состояния как только она будет более-менее нормально себя чувствовать мы будем проводить химиотерапию но если бы бы это было просто прогрессирование то наверное это бы добавление полубоциклиба чтобы как-то преодолеть вот эту гормонорезистентность вопросы еще будут екатерина а сколько у нас контроль над болезнью составил с момента обнаружения диагноза так как и в мае 2010 года провели первичное оперативное лечение сейчас на сентябрь но это около семи лет 7 лет а изначально какая статья была изначально третье третий а у нее индекс пролиферативной активности в операционном материале сколько сколько было не помните по результатам последнего гх был 90 процентов оперативного сейчас если пролистать это посмотрю презентацию пожалуйста вот эту презентацию можно вывести снова только один раз метастатические очки биопсировали до тогда не определял в 2010 году в 2010 году малыши могли не определять и интересно просто насколько пролиферативной активностью пациентки на фоне прогрессирования выросла и был ли это лиминальный а подтип или лиминальный b подтип изначально